МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Это выражение позаимствовано из известной повести. Произведение Ермолая и Разма, ставшее памятником древнерусской литературы, написано в XVI веке. В его основу были положены устные муромские предания. Главными героями в поести выступают Петр и Феврония. Муромские – благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные духовные ценности. История их любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других произведений и не забылась. Она положила начало светлому празднику, который отмечается в России 8 июля. Об этом и других новостях расскажем в ближайшие полчаса. Здравствуйте! В эфире Северо-Анисейская информационная служба. В студии работает Ольга Сергеева. Главные темы к этому часу. Зима спросит строго. Подготовка к новому холодному периоду времени продолжается. Мишки на Севере. Архитектурный ансамбль дополнен ребятами трудовых отрядов. Летний вариант. Селедка одна, а шубы разные. Новый рецепт от Валентины Пресняковой. Благоустройство территорий, подготовка к зиме и празднованию 180-летия золота добычи в Северной Тайге, противопожарная безопасность – вот неполный перечень ежедневных дел для руководителей муниципалитета. О выполненной работе они докладывают на общей для всех планерке понедельника. Главной темой на сегодня становится празднование Дня Металлурга и 180-летие золотодобычи в Северной Тайге, до которого остается все меньше времени. Репетиции пошив костюмов и изготовление необходимых атрибутов выполняются в ежедневном режиме. На этой неделе начнется покраска пешеходных переходов. Поступили аншлаги, флаги, баннеры, которые необходимо развесить. Общественные работы по пятницам в поселках района направлены в первую очередь на внешнее благоустройство территорий. К празднику не только районный центр должен выглядеть нарядно. По мероприятиям по контролю за соблюдением работа налажена. Первое уже, Ишмурат Минзеляевич, такое рейдовое мероприятие прошло. У нас 4 июля отрабатывали на улицу набережную. Помимо того, что составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по адресам, где ранее выдавались предупреждения, проведена еще профилактическая работа. И вообще за июль месяц у нас пройдет 4 таких рейдовых мероприятия. Со всеми согласованы, расписаны люди, которые будут участвовать в рейдах. Так что эту работу мы наладили и делали. Вы же все лицами? Конечно. Согласована с административной комиссией, членами. И, я говорю, со следующего рейда будут еще депутаты. Помимо этого, большое внимание уделяется ремонтам. Во всех образовательных учреждениях к ним уже приступили. В некоторых они завершены. В поселке Брянка в школе осталась только покраска дверей, стен и батарей. Отдельно стоит вопрос по ремонту завалинок и кровель муниципального жилья. Мы подавали письмо в службу заказчика-застройщика. Они проводили буквально неделю назад обследование по этим домам, согласно списку. И после этого подготовили письмо ВКП. В пятницу у нас приезжал специалист и проводил обследование. Приступили в поселке Брянка и к строительству храма. Сегодня выполняется заливка фундамента. Золотодобывающей компанией «Полюс Красноярск» завезены первые материалы для строительства – калиброванный брус. 13 июля брянковцы приглашают всех вместе с ними отметить День поселка. Празднование начнется в 15.00. Первый сбор макулатуры пройдет в поселке Тея 13 июля. Потом этот опыт будет перенесен на другие населенные пункты. Краевое министерство выделило 6 миллионов рублей на покупку флюорографа для районной больницы. Живем по русской пословице, которая гласит «Готовь сани летом, а телегу зимой». На короткое лето приходится большая доля забот по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зимнему сезону. Уже 20 августа должна пройти приемка всех ремонтируемых объектов и получены паспорта готовности каждого из них. На комиссии по подготовке к зиме побывала наша съемочная группа. Северное лето с его белыми ночами скоротечно. Это знают все, кто занят подготовкой к очередному зимнему сезону стратегических объектов – котельных и тепловых сетей, жилищного фонда и муниципальных учреждений района. Стало правилом в эти горячие деньки руководству всех коллективов района быть на местах, отвечать за подготовку в полной мере и планировать отпуска на менее загруженные в этом плане осень или весну. Наверное, и поэтому тоже район всегда успевает сдать объекты и получить паспорта на них до 20 августа, на месяц раньше других муниципалитетов края. Район не гремит в сводках, где названы муниципалитеты, имеющие перебои тепла в зимнюю пору. Наоборот, много лет возглавляет список лидирующих районов. Если другие регионы в эту пору ведут заготовку топлива для предприятий жилищно-коммунального комплекса, у ККР этот вопрос уже решил. Завоз жидкого топлива сделан по зимнику заблаговременно и в срок. На очередном четвертом заседании сессии по подготовке к зиме обсуждают актуальные темы представителей предприятий и учреждений. Руководит процессом первый заместитель главы района Алексей Рябцев. Совещание проходит в конструктивном русле, вопросы задаются конкретные по каждому объекту. Комментарии к ситуациям точны. К примеру, на небольшую важную деталь в районной больнице, по словам докладчика лечебного учреждения, нет 3000 рублей. А зимой, при чрезвычайной ситуации, эти небольшие деньги могут обернуться миллионом. По очереди говорят о своих алгоритмах подготовки и уже сделанных объектах представители отделов культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, управления торговлей. Самая большая и видная работа, конечно, у коммунальщиков. Татьяна Петровна Каледина, генеральный директор УККР, в курсе всех видов работ, контролирует каждый объект. Перед ней масса деловых бумаг, которые с точностью говорят о сделанном, тут же документы на перспективу, протоколы проведенных штабов по промывке сетей в каждом поселке, графики спланированных работ. Она четко докладывает, что готовность котельных районов составляет 71%. Некоторые уже готовы полностью. С понедельника начнется промывка сетей. На территории Северо-Несейского района ежегодно реализуется много проектов. Ребята из летних трудовых отрядов участвуют в конкурсах по благоустройству для того, чтобы сделать наш район еще краше. Одна из таких задумок, на которую трудотрядовцы из Северо-Несейской средней школы номер 2 получили грант, была связана с благоустройством арт-объекта «Мишки на севере». Реализация основного проекта началась еще в прошлом году. Главные объекты «Мишки» и «Качели» были установлены, но потребовалось еще некоторое усовершенствование. Уже более 10 лет по инициативе главы у нас под эгидой районного управления образования проводятся конкурсы проектов летних трудовых отрядов. То есть наши ребята в летних трудовых отрядах не только привычно убирают мусор, что-либо делают, выполняют те работы, но и реализовывают именно значимые проекты для территории всего нашего района. Они борются за право выиграть, стать победителем, получить минимальную поддержку, она не более 30 тысяч у нас эта поддержка, для того, чтобы проект реализовать. Во-первых, важно уже сейчас со школы, с детства, чтобы дети видели то, на что нужно обратить особое внимание, благоустроить, сделать, приложили свои руки. То, что сделано именно их руками, оно лучше бережется и ценится. Поэтому это очень важно, социально ориентировать детей и видеть проблемы уже с детства и решать их своими руками. Они остаются, они договариваются, они что-то здесь создают красивое, замечательно. Поэтому я считаю, что это опыт гениальный. И вот то, что придумано было главой, оно живет. Живет, потому что это не надумано, потому что важно. И наши дети, и школы наши всегда откликаются. Ну и управлению образованием большое спасибо за то, что они не бросают этот конкурс, всегда его организовывают и проводят. И вот публично предъявляют, самое главное, реализовал проект и публично предъявил его общественности, чтобы люди знали, как он появился. Ребята из школы номер два под руководством учителей придумали и выиграли проект по благоустройству. Педагоги с радостью и гордостью рассказывают о работе своих учеников. Среди ребят организовать работу нетрудно. Если поставить задачу, они загораются, ребятишки. И я считаю, что нетрудно. Я хотела бы добавить, что это не первый проект, не первый наш вклад в благоустройство района. Мы уже предоставили нашему району проекты по благоустройству хоккейной коробки, школьной остановки. И ребятишки здесь сами загораются и с удовольствием на благо района стараются. Поэтому здесь трудностей не возникает, но тем не менее они понимают, что это все на благо района, что они стараются с удовольствием. Всего в проекте приняли участие 10 школьников. Самой трудной для выполнения подростков стала техническая часть работы. Замешивание бетона, правильная и ровная установка конструкции, высадка цветов. Большую помощь в реализации идеи ребятам оказали предприятия нашего района. Все мы знаем, что важно не только найти идею, воплотить ее в проект, но и реализовать. У вас, ребята, действительно все получилось. И поблагодарить хочется еще и руководство общества с ограниченной ответственностью «Суфрудник» в лице Курбанова Руслана Магомедовича, а также управление коммуникационным комплексом Северо-Несельского района в лице Олегиной Татьяны Петровны за такой совместно реализованный проект. Совместные усилия, они всегда замечательные, они всегда интересные. И это говорит об объединении усилий. Теперь возле лавочек появилась и зеленая зона. Бозоны с цветами, которые будут радовать жителей не только близлежащих домов, но и многих северонесейцев. Ведь это место пользуется особой популярностью. Вечером прогуливаемся с ребятишками, с маленькими. Им здесь очень нравится находиться. Очень приятно здесь быть. И ребятишки маленькие любят побегать по дорожкам. Ну, мы, конечно, думаем, что эту красоту мы все вместе сохраним для нашего подрастающего поколения. И призываем всех, конечно, цените то, что делают руками ваши же дети. И относитесь к труду бережно. На открытии этого замечательного места отдыха в торжественной обстановке отметили работу всех причастных к этому делу. В первую очередь авторов основного проекта. Мы не смогли бы сделать ничего без инициативных граждан. Потому что, как бы говорить ни было хорошо, одна голова, две лучше, а три еще замечательные. И первое, что я хотела бы в своем выступлении отразить, это, конечно, поблагодарить тех людей, которые вот создали этот проект, которые родили идею этого проекта. Был у нас здесь такой пустырь, скажем, да? Вроде место, которое всегда, ну, обходили стороной, зимой чистили. А сейчас я хочу сказать, что это популярное место для всего Севера Енисейска. Здесь собирается огромное количество не только молодежи, но и взрослых. Оно пестрит в интернете, как украшение. То есть место, оно полюбилось. А создали и родили этот проект наши земляки, наши замечательные девушки. И я хотела бы поблагодарить Датсука Катерину Сергеевну, инициативного жителя городского поселка Севера Енисейска, за создание и разработку проекта по благоустройству «Мишки на севере» в рамках конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». Выражаем надежду на продолжение успешного взаимодействия и сотрудничества. Большое вам спасибо за идею, которую народ должен стать своим героем. И вторая участница – это Хохлина Алена Николаевна. Тоже инициативный житель, который все это придумали, все это рассчитали. И замечательно. Их инициатива была доработана нами, отправлена в край. И вот замечательно, что все получилось. Поэтому аплодисменты героев наших знать мы должны нашим девушкам. И надеюсь, что таких у нас людей с каждым годом будет больше и больше. Всегда приятно, когда идея воплощается в жизнь. А когда к ней становится причастен не только автор, но и другие неравнодушные жители, это очень вдохновляет. Когда мы объединяемся вместе, работать становится легче. А результаты нашего труда больше ценятся. Алексей Тифанов, Виктор Потопчук, Северо-Анисейская информационная служба. Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности. Появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. По легенде, они умерли в один день – 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. История праздника понятна. Теперь попробуем узнать у наших земляков, что, по их мнению, означают слова «семья, любовь и верность». «Семья – это что-то общее, которое объединяет, которое ради этого хочется вернуться домой, хочется творить, хочется работать, хочется просто жить. Вот. Ну, это семья для меня. Это тот уголок, куда я с удовольствием возвращаюсь». «А любовь и верность?» «А любовь и верность. А как без любви? А как без верности?» «Ну, любовь разная бывает. Любовь к детям, любовь к родному городу, поселку, к родной стране. Ну, любовь, верность. А верность тоже – это большое чувство, без которого нельзя». «Ну, верность – это когда человек доверяет друг другу. Любовь – это когда в семье всё благополучно. Человек понимает с полуслова друг друга. Ну, семья – это мама, папа и все. Ну, как бы, как-то сказать. Ну, я могу это, ну, как бы, понимаю, но я не могу это выразить». «Для меня понятие семьи – это самая главная ценность, которая есть в нашем мире. То есть семья – это основа всех основ. То есть если есть куда возвращаться, ждут дома близкие, то и хочется работать на благо всего района и всей страны, как говорится. «Любовь и верность» – это те понятия, без которых не может быть семья. «День любви, семьи и верности» – ну, для меня самое главное – это взаимопонимание со своим любимым человеком. Без него в этой жизни никуда. Ну, и главное – доверие, понимание. Ну, самое главное, чтобы твой любимый человек для тебя был настоящим другом. А все остальное уже, так сказать, второстепенное. «Думаю, что расплочение, семья, любовь к семье и многое другое». «В первую очередь, это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Если человек встречает любовь всей своей жизни, у него появляются крылья за спиной, как говорится. Хочется творить что-либо, развиваться на благо не только себя, но и на благо своей семьи, на благо своей девушки, в будущее, может быть, своих детей. Каждый человек должен быть любим и любить. Это неотъемлемая часть. Хранить верность своему человеку, родному. Потому что это твой выбор, и изменять ему никогда не стоит». «Как раз в этих трех словах семья заключается любовь и верность, дети, наше будущее, наше продолжение. И все, что мы делаем, мы делаем для них, ради них. И чтобы, я не знаю, это будущее района, будущее вообще всей нашей страны». «Семья, ну, это самые мои великие люди. Вот у меня есть сестренка, я невероятно обожаю всегда, пытаюсь ее баловать. Это родители, великие мои люди всегда, конечно, всегда помогать, пытаюсь им, чем могу. Для меня это понятие как бы совместимое, что любовь, без любви не может быть верности, без верности не может быть любви. Ну, любовь, ну, это слишком философский вопрос, я даже не могу ответить на такое. Ну, любовь – это верность в любом случае. Верность своему человеку, верность к родителям, любовь к родителям – это обязательно. Это же первые люди, которых ты увидел, первые люди, которые тебя любят. И сначала до конца. И в продолжение темы. Второй раз в городском поселке Северо-Анисейский проводится акция «Библиотечная ромашка», которая включает в себя сразу три направления – библиотеку, дорогу и праздник «День семьи, любви и верности». Подробнее прямо сейчас. «Сегодня день любви, семьи и верности, и поэтому мы проводим акцию «Дорожная ромашка». Спасибо. Это главный символ этого праздника – ромашка. Но самое главное – это безопасность на дорогах, чтобы наша вся общая большая семья была жива, здорова, чтобы дороги были добрыми, хорошими, безопасными. Соблюдайте скоростной режим, особенно около детских учреждений в нашем поселке. Но если вы куда-то выехали далеко, до Красноярска, не забывайте о взаимоважении, о терпении. Ну и также оказывайте помощь, остановитесь, если кто-то сломался, помогите. Мы большая общая дорожная семья, и взаимовыручка всегда самое главное для нас. Счастливого пути, до свидания. Идея объединить три настолько разные направления пришла три года назад. Тогда же акция и прошла в первый раз. И только в этом году решено было ее возродить. Мероприятие прошло сегодня, в День семьи, любви и верности. Чудесный праздник, да, замечательный, добрый. Нужно вспомнить, как мы любим, бережем своих родных и близких. И я думаю, в наше время, когда в каждой семье одна, две, три машины, тема опасности и безопасности на дороге, она настолько важна, что детям, я думаю, это будет важно и интересно. И Ольга Николаевна здесь, конечно, незаменимый помощник и друг. Мы сегодня с детьми не просто вышли и подарили дорожные, изготовили и подарили дорожные ромашки перед тем, как это все сделать. Мы с ними обговорили о каждом дорожном знаке, насколько они важны, насколько они главными бывают, которые нужны дорожные знаки детям, которые для водителей дорожные знаки. Мы это все повторили, обговорили, и каждый ребенок делал свой дорожный знак. Сделали большой плакат, юидовцы, юные инспекторы дорожного движения нам помогли изготовить большой плакат, в котором было восемь дружных семей. И, конечно, этот плакат был украшен восьмью ромашками, и цифра восемь, чтобы заполнилась не только у детей, но и у всех проезжающих мимо водителей, у всех участников нашей акции. Добрая и полезная акция призвана не только объединить, но и лишний раз напомнить и детям, и водителям о правилах дорожного движения, а именно о соблюдении скоростного режима в населенном пункте и пристегнутых ремнях безопасности во время движения автомобиля. И, как уверены организаторы, с этих пор акция станет ежегодной. Лариса Пустакашина, Виктор Потопчук, Северо-Инисейская информационная служба. Завершит наш выпуск авторская программа Натальи Левицкой «Вкусно». Секретами разных рецептов с нами продолжает делиться шеф-повар второй школы Валентина Преснякова. Сегодня, внимание у телезрителей, селедка под летней шубой. А я и мои коллеги на этом с вами прощаемся. Хороших вам новостей! Здравствуйте, уважаемые телезрители! И мы снова в школьной столовой номер два. Хочу порадовать вас, рада сама, что Валентина Яковлевна снова с нами, снова поделится новыми рецептами. Каким сегодня, расскажите, пожалуйста, расскажите нашим телезрителям. Здравствуйте! Я очень рада, что я снова с вами. Радует, что сейчас лето, много зелени. И хочется что-то свеженькое съесть, что-то не тяжелую пищу. Но мы как знаем, что рыбу всегда нужно употреблять на завтрак, на обед, хотя бы 50 грамм, потому что омега-3 только в рыбе. И чтобы это был не тяжелый салат, мы сегодня сделаем сеть под шубой. Но шуба будет летняя. И я вам сейчас расскажу, что туда входит этот состав. Естественно, входит сельдь, она очищена, зелень, огурчик, зеленый лук, картофель, сыр, майонез. Но для украшения я вам сразу покажу, как это украсить. Входят свежие помидоры. Начинаем с помидор. Помидоры у нас будут служить здесь для украшения, чтобы это выглядело очень ярко и красиво. Нарезаем кружочками помидор и выкладываем на любое блюдо. Вот у меня вот такое блюдо. Вот так выложили помидоры. Все. Ну и, как всегда, начинаем с рыбы. Рыба очищенная, филе без костей. Рыбу нарезаем квадратиками. Вот это сельдь с такой зеленью. Очень вкусно на завтрак можно подать. Если вы надолго куда-то будете уходить, допустим, будете выдержать, чтобы выдержать долбек, с перекусом, допустим, в одно яблоко или с одним апельсином, то вот эта рыба, сельдь, будет очень кстати. Наносим сеточкой майонез. Берем кучок лука зеленого. Можно и с беленьким брать лук молодой. У меня здесь только одна зелень. Нарезаем лук. Переносим на рыбу. Этот салат должен быть легкий, и он летний. Поэтому мы наносим опять сеточку. Лука много кладем. Вы видите, что даже не видно. Опять наносим сеточку. Не придавливаем лук. Это должно быть воздушное. Вот на наш салат мы будем смотреть. Ну, вот так, наверное, будет достаточно. Картофеля тоже много не надо. Режем мелко. Отварной картофель мелко квадратиками. Здесь, вот. Вот. Почему я говорю, что надо брать большое блюдо. Смотрите. Чтоб оно у нас не загромождалось. Чтоб оно это было все свободно. Вот так. Идет свежий огурец. Режем его соломкой. Тоненько соломочкой. Огурец сочетается же с картофелем, с луком, с селедкой. Он же сочетается и с укропом. Придают огурчики такой весенний запах, нежный этому салату. Поэтому салат, его можно назвать летняя шуба, а можно назвать просто нежная шуба. Вот почему здесь нужно майонез выдавливать. Сеточку наносить. Чтоб это было воздушное все, нежное. Оно пропитается. Дышало. Да, и дышало тоже. Смотрите. Наносим. Вот на огурчики можно нанести побольше. Потому что следующий этап, уже майонез не наносится. Это вот последний мы наносим майонез. Последний раз. Вот теперь интересно. Нужно сыр. Его нужно потереть на терке. Не надо на столе. Потом будете переносить, он спрессуется. Поэтому будем тереть сразу на салат. Чтоб это все было нежненько, как мы сказали с вами. Вот здесь все действительно сочетается. Вы же делаете с сыром и с рыбой бутерброды? Или рыбу с огурцом? Вы делаете бутерброд? Вот, смотрите. И это все здесь сочетается. Вот смотрите, как красиво уже получается. И вот самое последнее мы будем с вами ложить укроп. Вот укропа мы тоже не будем жалеть. Смотрите, какой кучок у меня большой. Это мы режем последнее, что на сыр мы не кладем майонез. Сыр и так мягкий и сочный. Он же не сухой сыр. Сыр можно использовать любой. Можно плавленый сырок. Он не испортит. Можно любой сыр, который у вас есть. Можно двух сортов понемножку использовать. Вот теперь я что еще хочу сказать. Вот я часто использую, вот до этих пор режу укроп. Я вам сейчас покажу. Может кто не знает, как быстро сделать малосольные огурцы. Чтобы не выбросить вот эти твердые стебли. Все, переносим укроп сверху на наш салат. И теперь мы аккуратнее как-то вот так вот делаем легонько. Не надо ничего придавливать. Если у вас есть готовый картофель отварной, то это займет блюдо 10 минут. Если у вас нету картофеля, вы поставили его варить. Когда вы очистите селедку, порежете, приготовите, перемоете все овощи, как раз картофель сварится. В любом случае, не больше 15 минут у вас салат не займет времени. Приятного аппетита. Это блюдо уже само украшено. Оно не требует специального украшения. Это может сделать каждая хозяйка. Ну, запах, конечно, очень такой летний, праздничный даже. Ну, Наташа должна была попробовать. Но, наверное, нарушать я его не буду. Ему нужно постоять по рекомендации Валентины Яковлевны несколько часов. Поэтому, вот я 100% уверена, что это очень вкусно, потому что, ну, аромат просто восхитительный. Готовьте. Приятного всем аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok